В городском округе Люберцы продолжается подготовка к отопительному сезону. За ходом этих работ постоянно следят представители администрации. На этот раз Владимир Ружицкий проинспектировал котельную в микрорайоне МЭС Малаховки. Недавно там началась масштабная реконструкция. Работа кипит. За две недели модернизации на этой котельной уже реконструировали два котла. Сейчас меняют все теплообменники. Средства на масштабную реконструкцию выделили из источников Люберецкой теплосети и муниципального бюджета. Задача сегодняшнего дня – успеть подготовиться к холодам. Мощность котельная где-то 14,5 гика, а расходная – 24. И поэтому дефицит огромный. По подсчетам 65% дефицит. Это есть большая проблема. Я допускаю, при достаточно низких температурах здесь будет дефицит тепла, будет. Но я надеюсь, и верю, мы сможем все-таки в целом зиму по теплу от этой котельной удержать. А чтобы 56 домов, 3 школы и один детский садик не замерзали зимой, в следующем году котельную модернизируют полностью. И, по словам представителей власти, следующий отопительный сезон на МЭЗе будет жарким. Новое оборудование не только выведет объект на требуемые мощности, но и позволит ощутимо экономить ресурсы. Любое новое, то, что устанавливается, это позволяет экономить. Все теплообменные аппараты, они были отработаны уже, было отработано долгое время. Из-за этого они забились и исчерпали свой срок службы. У нас есть несколько примеров котельной. Это в Томилино котельная тоже модернизирована, где приятно найти, зайти на нее. Где новое оборудование, новая автоматика, это, во-первых, и безопасность. Все это реально, все это делается. И, как показала инспекция, ремонт в котельной на МЭЗе ведется в плановом режиме. Все намеченные на этот год работы завершат к первому сентября. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.